В этот день, 13 июля, родились. Николай Бенуа, главный архитектор Петергофа. Советский писатель Исаак Бабель, известный своей прозой о гражданской войне. Валентин Пикуль, советский писатель, автор исторических романов. 13 июля 1882 года в крупных городах Российской империи впервые заработали телефонные станции. 13 июля 1896 года на Всероссийской промышленной выставке, проводимой в Нижнем Новгороде, был представлен первый русский автомобиль. Его создателями стали морской лейтенант в отставке Евгений Яковлев и владелец каретных мастерских Петра Фрезе. 13 июля 1955 года вышел первый номер журнала «Иностранная литература». 13 июля 1931 года на заседании ЦИК СССР принято решение о сносе Храма Христа Спасителя и строительстве на его месте Дворца Совета. Идея снести что-нибудь историческое и построить на этом месте нечто грандиозное и грандиозное новое, эта идея пришла вместе с большевиками. И все же в начале 20-х годов на самые значимые памятники рука не поднималась. В газету «Правда» попала статья с предложением преобразования Москвы за счет сноса знаменитого Храма Христа Спасителя. Но текст был отклонен с комментариями. «Боюсь, мы покажемся заслуженно смешными, если будем печатать такие декламации с планами сноса целых кварталов и таких громад, как Храм Христа». Однако уже в конце 1920-х годов только ленивый коммунист не рассуждал о безвкусице и неуместности самого большого храма столицы. Большой и грузный, сверкающий своей позолоченной головой, похожий одновременно на кулич и на самовар, он давил на окружающие его дома и на создание людей своей казенной, сухой, бездушной архитектуры. Это слова архитектора Бориса Иофана. Он-то и будет автором проекта здания, которым захотят заменить Великий Собор. Дело в том, что почти сразу созрела мысль заменить один из важнейших символов Старой России таким же значимым символом России Новой. И быстро было решено здесь, близ Кремля, на Москве реке, строить Дворец Советов. Правда, пока еще никто не понимал, что это будет в точности. Но для начала следовало покончить с опостылевшим символом религии и царизма. Лето и осень 1931 года долг и рабочих сновали по гигантскому храму. Кувалдами не сносили уникальные статуи. Новых хозяев вообще не интересовал вопрос художественной ценности. Лишь задолго побеспокоились о позолоте куполов. За год я был разработан метод смывки драгметалла. Уже прикинули, что со сверкающей кровли можно наскрести до 20 пудов золота. Но здание, сделанное на века, будто смеялось над пигмеями, что пытались разнести. Очевидец ополос Иванов описывал, как с помощью каната, привязанного к грузовику, тщетно пытались низвергнуть центральный крест. Проходящие, наблюдавшие это варварство, крестились, плакали, шептали проклятия. А крест спокойно возвышался на своем месте, невредимый, несмотря на то, что его несколько дней подпиливали рабочие верхолазы. К зиме так и не удалось развалить храм. И вот 5 декабря принялись его взрывать. Первый взрыв собор опять выдержал. Его свалила только повторная попытка. Еще полтора года москвичи разносили обломки, что остались после грандиозного сооружения. И только тогда Иофан получил готовую площадку для своего нового проекта. Он съездил в командировку в США, чтобы изучить опыт строительства небоскребов. Планировалось возвести громаду высотой в 420 метров. Конечно, выше, чем Empire State Building. С 70-метровым Лениным на макушке. Для этой конструкции советские НИИ уже разработали специальную высокопрочную марку стали ДС, то есть Дворец Советов. Все это казалось делом решенным. Когда в 1935 году открыли московское метро, ближайшую станцию назвали Дворец Советов. Однако стройка продвигалась крайне медленно. Над гигантским котлованом еле-еле проклюнулись первые металлоконструкции. И тут началась война. Заготовленная сталь была отправлена на противотанковые ежи. Частью она уехала на строительство Керченской переправы и на другие военные нужды. В следующее десятилетие после войны советская власть вынуждена была признать, что строительство нового символа социализма провалилось. В 1957 году станцию Дворец Советов покорно переименовали в Кропоткинскую. А еще несколько лет спустя на месте котлована возвели открытый бассейн. И вместо самого большого здания на Земле – просто самый большой бассейн в Союзе. Зато уже в Новой России в 1990-е годы оказалось достаточными пять лет, чтобы на том же месте вырос знакомый по старым открыткам белый величественный силуэт. Редактор субтитров А.Семкин